всем привет всем салют меня зовут алан я сергей а это значит канал тарапых самое полезное шоу о марихуане как вы могли заметить мы находимся здесь в белых халатах а если мы находимся в помещении белых халатах это значит мы будем делать операцию и сегодняшняя рубрика на самом деле она будет максимально прикладной не ждите большого количества теоретических знаний но у нас будет очень классное испытание которое поможет вам не только скажем так сэкономить деньги но помимо всего прочего это просто превосходнейший лайфхак если конечно эксперимент подтвердится для вашего выращивания то сразу плюс 20 к вашему выращиванию так и заполним этот выпуск выпуск которым мы научили добавлять 20 процентов вашему гроу если это выпуск трагроу то он посвящен гровингу а что вообще типа основа основ креугольный камень гровин а зима вообще лима нравится гровинг он всегда начинается со света до свет вообще вообще все начинается со света жизнь здесь когда-то началась на этой бренной планете со света жизнь растений полностью зависит от цвета жизнь животных наша жизнь зависит от цвета жизнь маленьких микробчиков зависит от цвета и все этого находится в одной системе в такой пищевой цепочке скажем так в главе во главе который находится солнышко нашем случае если мы выращиваем indoor у нас есть прекрасная замена света которая называется фито лампой которая которая которой которым которыми вы пользуетесь вне зависимости от того какой конкретно вы пользуетесь это есть самая настоящая замена солнцу для ваших растишек да но и это же замена замены но это все-таки не равноценная замена солнца чертова звезда в которой протекают атомные реакции она излучает что там только не излучает а лампа что это там светодиоды ну подумай ну несерьезно но тем не менее растение под ним растет да и ну дело то в том что растению не нужно по сути вот все 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 что излучает солнце ей нужно только определенные как бы части вот этого солнца да вам вы все знаете что растение она скажем так его интересует длинный волн на которые находятся в в пределах между 400 и 700 и немножечко за пределы если мы учитываем еще ультрафиолетовый и и дальний красный свет и вот как раз таки вот об этом мы сегодня будем говорить что делает растение со светом когда свет падает на растение растения буквально если простыми словами цепляет фото энергии от как раз таки светоприбор наш или 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 солнце как раз таки и бомбардирует фото нами поверхность растений заберет этот фото и таким образом с помощью окрас такие энергии этого фото на преобразует углерод из углекислого газа которая потребляет сахара которые в конечном счете в общем-то и создают вид растений помимо всего прочего питают все что вокруг растения находится да это вот как быть теория что же нас вот интересует на практике. Вот у нас здесь стоит гроу-боксик, палатка, сейчас чуть позже мы его покажем. Там висит светильничек. И вот какая характеристика этого светильника для нас наиболее важна? Самая главная характеристика для нас, исходя из того, что я сказал перед этим, то есть бомбардирует фотонами, поэтому запоминаем. Значит нам что нужно? Нам нужно знать, сколько фотонов конкретно падает на поверхность растения. И для того, чтобы высчитать эту величину, у нас есть специальная для этого, скажем так, математическая или физическая величина, которая называется PPFD или photosynthetic, опять я все время забываю, сейчас скажу, подожди, photosynthetic photon flux density или плотность потока фотосинтетических фотонов. Вот так. Эта величина как раз таки указывает то количество фотонов, которое падает на поверхность растения за секунду времени на квадратный метр, то есть конкретно прикладная величина, которая характеризует сколько фотонов касается конкретной заданной точки листвы или там кол, неважно, поверхности растения. Почему именно эта величина нас интересует? Нас интересует эта величина, потому что на разных стадиях роста растения, растению необходимо разное количество PPFD. Если мы берем, например, клоуны и росточки, там где-то от 150 до 300, когда мы говорим про вегетативную стадию, там где-то от 400 до 600, от 300 до 600, если мы говорим про цветение, то вам вплоть до 1200, если вы используете С2 и до 800, если вы используете стандартное количество углекислого газа, которое находится, скажем так, в открытом пространстве, это около 400 ppm. То есть получается, вот если у вас есть светильник, единственная величина, которая на самом деле вас интересует, это PPFD, потому что вам нужно его знать конкретно на каждой стадии, на ростке, на веге, на цветении. Да. То есть вам нужно его, по идее, хорошо вообще вот для любого человека, который растит, даже если он не шмаль растит, любые растения растит, ему бы хорошо иметь возможность измерять этот PPFD, потому что если нужно менять, нужно измерять. Да. И вот тут начинается, мы раньше мерили вот этим вот прибором. Это профессиональный прибор для измерения. Да, это фотоспектрометр или спектрофотометр, я вот до сих пор не могу выяснить, как правильно называется. Да, и как бы проблема в том, что это не дешевая вещь. Вот сколько ты его купишь? Да, либо не дешевая. Примерно, я купил его за 850, на сколько? Доллар в канадских. И это на Алике еще? Это на Алиэкспресс, да. Компания китайская, кстати, компания довольно-таки крутая, но этот прибор дает нам огромное количество разных величин, которые мы на самом деле в крови, ну, постольку-поскольку используем. Да, мы не будем отрицать значимость спектра, потому что спектр тоже управляет определенными фиторецепторами, и от этого зависят определенные процессы жизнедеятельности растения. Но мы конкретно сейчас говорим про фотосинтез. И каждый раз, когда вы покупаете, например, светильник, вы видите, там такой квадратик расчерченный. Да, все видели, вот картинка. В этом квадратике есть циферки. Вот как раз таки эти цифры, это и есть значение PPFD на разных участках. Как раз таки это вот значение PPFD на разных участках. В центре, как правило, оно концентрированное, по бокам оно чуть-чуть рассеивается. Ну, понятное дело, да. То есть вот у вас обычно, когда вы покупаете светильник, у вас есть вот эта диаграмма спектра и вот эта паркарта. Да, у добросовестных, скажем так, производителей эти две величины есть всегда, равно как и количество ватт. Да, ну и по сути вот спектр, который дает производитель, ну, в большинстве случаев он соответствует действительности, если уж это не совсем там трешовый какой-то светильник. Да. То есть вам его мерить, этот спектр, не надо. Производитель уже померил и нарисовал вам эту диаграмму. Да, меряйте, не меряйте его, что угодно с ним сделайте, если, наверное, как правило, у производителя нарисован спектр и кривая макри, то она будет полностью отражаться и на этом приборе. Я замерял большое количество светильников, почти, не почти, все совпадают. Поэтому, как бы, вот возможность вот этого прибора, окей, это хорошая возможность, он рисует цветную диаграмму, но она нам нужна просто, чтобы удовлетворить, так сказать, любопытство. Прикладного значения эта диаграмма не имеет. Для домашнего Гровера однозначно не имеет. Нас интересует для домашнего выращивания величина PPFD. И эту величину мы, как правило, когда покупаем светильник, корректируем с помощью высоты подвеса относительно, как раз-таки, той самой паркарты. И вот тут встает вопрос. Если вам не хочется тратить 800 канадских долларов, это 40 тысяч рублей. У меня в голове сколько сразу мыслей возникло, на что можно было бы потратить. Ну, по сути, это цена, допустим, бэушного айфона. Да. Или предыдущего айфона. Да, это правда. 12-го какого-нибудь. Да, можно компьютерку купить. И вот тут встает вопрос, а нельзя ли как-нибудь еще померить? Например, потратив эти 800 долларов на покупку айфона. А прикинь, если это можно было бы пометить, вообще померить, вообще ни капельки не потратить даже долларов. Это просто... Как ты думаешь? Это выставляет нас в неудобном свете, что мы купили прибор за 800 долларов, а можно было ничего не покупать. Да, есть ощущение, что к концу нашего эксперимента я немножко почувствую себя дебилом, если честно. Но, так или иначе, этот прибор в любом случае мне помог. А приложение, которое называется Photon, которое мне много раз рекомендовали, равно как и в чате, и я даже на парочку реклам нарывался, это приложение вполне возможно может заменить этот прибор. То есть, что нам обещает это приложение? Оно нам обещает, что, используя фронтальную камеру телефона, вы можете померить PPFD. И, в принципе, это как бы имеет смысл, потому что вот в камере телефона есть устройство, которое называется экспонометр, которое меряет как раз вот насколько много света проходит. И дальше вот, основываясь на этом замере, телефон выбирает выдержку и диафрагму. То есть, если много света, он зажимает диафрагму, укорачивает выдержку. Если мало света, он открывает диафрагму, удлиняет выдержку, и вот вы в темноте фоткаете, у вас смазано получается, потому что это длинная выдержка. Но телефон принял решение сделать такую выдержку, основываясь на показаниях экспонометра. Да, то есть, чисто в теории мы можем сказать, что в телефоне, в камере находятся необходимые алгоритмы, необходимое оборудование для того, чтобы эти замеры производить. Другое дело, что экспонометр в каких-то других единицах, скорее всего, это меряет. Он не меряет PPFD, он меряет вот что-то прикладное для работы камеры. Скорее всего, это что-то для более видимого человеческому глазу света. Скорее всего, эти замеры происходят в люменах. Скорее всего, в люменах. И вот тут вопрос, насколько вот разработчики этого приложения, по сути, функция приложения – это переконвертировать данные с экспонометра в PPFD через какой-то алгоритм. И вот мы сейчас просто хотим проверить, насколько этот алгоритм у них удачно получилось. Ты веришь вообще, что получится? Ну, теоретически, почему бы и нет. Ну, вот я тоже. Вот в теории кажется, что все будет нормально. Что будет на практике, я не знаю. Потому что все-таки, знаешь, в противном случае все бы пользовались уже давно приложением. В противном случае никто бы не испытывал проблем со всякими там блоками минеральных веществ или там с очень повышенной транспирацией у растения, а просто бы вывешивали уже. Поэтому вот возникает вопрос, почему до сих пор не пользуется, если это приложение работает? Надо проверить. А может потому, что никто не проверял? Благо, у нас есть прибор и желание, и возможность сделать проверку. Так что торопых научно-познавательный. Приступать к началу. Ну что, коллега, пойдем на стенд. Полигон. Испытательный стенд. Ну что, что нам нужно для того, чтобы испытать наше приложение? Для начала. Контрольный прибор. Тот самый прибор, дорогущий, 850-1200 американских долларов. Я сейчас просто для теста нажму. У него два режима есть. есть Multi и Single Multi. Он просто, ты его ставишь, он продолжает замерять каждую секунду. Даже меньше, чем секунда. Сейчас вот смотри, когда будем выпускать, как будут меняться данные. Видишь, спектр тут же сразу подрос. Вот. По сути, вот нас интересует PPFD, вторая строчка. Потому что это PPFD ультрафиолетового света. Это PPFD голубого, зеленого, красного. Да, еще типа про отдельно. Плюс тут еще есть интересные данные. Вот. Которые, на самом деле, мы... WPFD, я даже забыл, как она называется. Она также измеряется, но постольку-поскольку используется, в принципе, в этом... в Гровинге. Вот. И большая часть этих величин они не используются. Для каких-то конкретных исследований, да, вполне возможно, это интересно. Но вот нас интересует вот эта цифра. PPFD, вторая. Еще пониже сделаем паучка. Камера вообще с другой стороны. Приподнимем немножко. Ну, примерно так. Есть, конечно, небольшое отличие. Совсем небольшое. По высоте небольшое отличие. И плюс они находятся друг от друга примерно в двух сантиметрах. Есть еще одно отличие. У нас здесь... Ну, они почти на одном. На камере у нас здесь есть скрин. Просто стоит это отметить, поскольку у нас эксперимент. Есть скрин, который может каким-то образом влиять на показания, но мне кажется, нам кажется, что нет. Здесь же есть специальный рассеиватель, который правильно распределяет свет, чтобы прибор правильно его улавливал. Дальше. Заходим в само приложение. Называется ForTone. Здесь у нас есть разные режимы. Есть LED полный спектр, есть CFL красная. Короче, разные-разные приборы. Нас интересует... Даже можно вот конкретно, например, голубого или красного замерять. Кстати, тоже можно будет сделать и сравнить с этим прибором когда-нибудь, но не в этом эпизоде. Нас интересует лампа полного спектра, потому что здесь у нас лампа полного спектра. Мелодий, да. Выставляем прибор. Сразу у нас вылазит сообщение, что необходим рассеиватель. Позже покажем. Позже покажем, да, как он делается. И нужен ли он вообще. Да. Так, стоп, надо чуть-чуть поровнее сделать. Вот сейчас хорошо. Четко. Четко. Уровень. Четко. Что показывает прибор? 226. Этот прибор у нас показывает... Фотон показывает... 284. Вот видишь, опять что-то у нас, блядь. А что? Ну и эксперимент есть эксперимент. Мне кажется, просто между ними относительно большая разница. Мне кажется, надо вот так ставить, потому что... Ну-ка, вот сейчас посмотри. 226 так показывает. А вот сейчас. Он вообще как будто даже не в реальном времени, слушай. А, подожди, мы, наверное, отключили его вообще, блядь. Да, он на кримшоте стоит, блядь, какого-то типа. Да, старый. Давай, извини тогда как было. А теперь еще меньше показывает. Нет, нет, это я просто закрылся до хуя света. Да, нереально еще меньше, блядь. 183, а этот 288. Подводочку, подводочку. Короче, мы сейчас начали, вот приступили к эксперименту и решили, что надо снять подводочку. Видите, сразу озадаченность на лицах. Вот это счастье, вот это вот эксперимент исчезло, теперь озадаченность появилась. Да, то есть мы снимаем сегодня второй день. Да. И сейчас вот мы сразу увидели, что результаты второго дня очень сильно отличаются от результатов первого дня. И чтобы наше удивление было более понятно, мы сейчас коротко покажем, что мы намерили в первый день. LED осветительный прибор с диммером, то есть мы можем регулировать мощность, соответственно интенсивность поток, интенсивность излучения потонов. И вот мы сейчас делаем, в общем-то, замер. Я думаю, начать нужно с минимальной единицы. Вот предположим, что у нас семка прорастает, либо у нас кончик слабенький еще, и мы хотим поставить ему начать со 150, например. Вот я выставил на 114, например. На этом и 113 на этом, то есть вообще четко, смотрите, вот я же приближу, 113,5, 114. Офигеть. Вот одновременно, 114, 113,5, ну как бы вообще никаких навеканий. Так, начиная потихонечку чувствовать себя дураком, обманутым. Не, ну тут он нам диаграмму рисует. Так, давай, например, поставим на 300. Давай. Положим у нас раннее вега, растение уже крепнет, оно уже такое становится живое, мы поставим ему. Сейчас, когда ты еще отойдешь, он добавит немножко. Сделай 200, типа 280. Ну вот, 300, 308 и, и 209, вот 301, 311, 301. Ну, сами вот видите, как он прыгает. То есть, мы в принципе можем сейчас сказать, что у нас все еще находится абсолютно вот на этих этапах. Как бы смотри, тот тоже прыгает. Да, на этих этапах, вон, до 302. То есть, в принципе, на этих этапах выращивания мы можем сказать, что этот прибор работает. Да. Ну вот, сейчас погрешность сколько? 2%. Первое вообще было четко. И ощущение складывается уже сейчас, что у нас с увеличением интенсивности растет погрешность. Мне так кажется. Ну да. Ну давай. Следующий эксперимент после этого мы проведем уже с этим скрином, который он запросил. Мне тоже интересно, как он сработал. Давай сейчас доведем до максимума. Давай, доводим сейчас, например, вышли мы на пик нашей веги и ставим на 600. Ну вот у нас 561 здесь. Я прям когда наклонился, они были идеальны, идентичны были. Смотри, 561, 563, 566. Так, сейчас. Уже у нас с таким светом это не так хорошо получается снимать. 566, ну типа экран тусклый стал. Да, да, да. И 567 здесь. 567 там. Ну короче, они прям пуля в пулю. Так. 562, 566. Растихо говорит все ништяк. Давай больше света. Хочу плотные шишки, цветение. Выходим на пик. Ставим примерно 800. Не могу поставить. 800 надо ниже опускать. А, ты максимум был? Да, сейчас ниже опустимся. Подожди. Вот этот провод просто мешает. Вот. 800 сейчас было с лишним. Сейчас я сяду. 875. Там 897. Блядь. Это вполне себе можно манипулировать. Вот сейчас видно на одном экране. Да, 876, 895. Там сейчас было. Да, но его как-то конаёбит. Он как будто в разные стороны, нет? Ну-ка давай дадим ему пару секунд. Нет, он сейчас так и прыгает. Нет, в принципе нормально всё. Это от нас где-то отражается. Ага. Но всё равно типа в 20 на 900 погрешность в 20 единиц. Это в 2% погрешность. Бля, я не могу поверить сейчас. При том, что он постоянно запрашивает скрин. Ну, как бы и без скрина он работает изумительно. И ещё, и ещё. У меня вот этот вот кавер, который на экран, он тоже может каким-то образом где-то что-то сбивать. Хотя он полностью прозрачный, я не думаю. Ну, тем не менее 2% всего лишь погрешность. Мы сделали замеры от 150 до 900. Это вот ну реально прям вот от А до Я в процессе выращивания, который нам необходим. И прибор показал в принципе всё чётко. И даже с теми маленькими погрешностями спокойно можно манипулировать. How to? A diffuser will spread. Ну типа diffuser распространит свет правильно по поверхности и поможет прибору точнее замерить. Ну тут это специальный прибор. А, вот. Не, не, не. Paper diffuser required material. Бумага, ножницы, телефон, скотч. Бумага должна быть, по-моему это она и есть, да? 22LB, по-моему, да. Да, обычно. По-моему, да. Я снимал с этого сейчас. Никогда. По-моему, я второй раз или третий только смотрю на это. На то, как выглядит телефон вообще. В реальность. Ну вот диффьюзер готов у нас. Ничего сложного. Ну окей, давай. Камера две. Не вижу камеры. Камера. А вот она. То есть надо вот здесь пойти. Да, вот так прям. Вот до самого верха. Ага. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Чтобы с краю засветки не было, знаешь. Угу. Упс. Ну, примерно. Ну, он сразу стал показывать 1800 с лишним. Мне кажется, либо мы диффьюзер неправильно сделали. Нет, диффьюзер мы все правильно сделали. Ну, по крайней мере. А сколько показывает прибор? Я сейчас не вижу. Ну, вот он сразу начал врать на, типа, на 30% с диффьюзером. Опустим свет до тысячи, до 900. Ну, вот так. Вот 900 здесь. И 680. Видишь, он врет с диффьюзером. И очень сильно. А без него все ништяк. А без него показывает. В общем, вы уже сейчас увидели, как мы мерили в первый раз. Вот сейчас мы мерили. Блядь, я ничего не понимаю, блядь. И он показывает. И он показывает четко. Ну, не четко, но с очень хорошей. Короче, давай без этих безоценочных суждений мы сейчас просто с тобой возьмем. И полностью от начала до конца проведем эксперимент. Да, давай. Водно, извини. Давай просто начнем по каким-то там критериям замерять. Например, вот поставим на самое начало у нас. Грова поставим на 150. И сейчас ты добавляешь набор. Ой, ой, ой. Поставим на 150. Все верно. Ну, вот. 100. Четко поднял. Начало шкалы. Да. 168 на приложение. 164 на приборе. Отлично показывает. Хороший результат. Погрешность совершенно микроскопическая. А вот эти 5 ppfd на самом деле там, сука, 10 они роли не сыграют никакой. 4 вообще всего. 168, 164. Да. 4 ppfd разница. Ну, довольно-таки четко. Опускаем ниже. Давай. Вот на 300. 400. 430. Нормально. Я сейчас вот это ниже. Вот так. Ага. 400. 485 на телефоне. И 300. Сколько там? Акрана прогресса. 305. На 10x. На 10x. 305 и 485. Опять врет. Опять очень большая погрешность. Ну-ка подожди сейчас просто. 421. 31. 304. 304. Ну это уже сильная погрешность. На 120. Это очень много. Да. Ну типа никакой системы пока в этом мы не видим. Давай просто опустим ниже, чтобы было больше данных. Тогда можно будет о чем-то говорить. Сколько на приборе? На 445 на приборе. 570. 568 на приложении. 445. 445. 570. Но все равно это больше на 100. На 140. Да. И системы никакой нету. То есть там была погрешность на более низких показанных значениях. ПФД была погрешность в 100. Там 20 с чем-то. А здесь. Хм. Здесь в 100. А вот сейчас подними его опять. Давай вернемся на начало шкалы. На 150. Вернемся на начало. Окей. Да. Или нет уже сейчас. Вот 185. Блять. 191. То есть на малой интенсивности он показывает. Получается, что он показывает гораздо более точные значения. Но в прошлый раз он нас показывал даже на 1000. Ничего. Четко. Сейчас мы по-другому сделаем немножко. Сейчас мы отрегулируем диммер. Вместо подвеса высоты. И еще диффузер, кстати, можем поставить. Да. Давай вместо высоты подвеса просто будем диммером. Сейчас управляем. Давай. Поставим на 472. 454. 474. А в прошлый раз мы тоже делали диммером. А почему тогда разница между высотой подвеса и диммером? Ну, видимо, все-таки что-то это. Так, давай дальше. Криво висел может светильник. Давай дальше. 634. 633 на телефоне. 659. Да. Тоже очень хорошие показатели. Ну, типа на 20 ппфд это приемлемо. Да. То есть, когда мы это делаем диммером. увеличим. Увеличим. Немножко опустим до 800 хотя бы. 1100. 1100. 1100. 1100. 1100 на телефоне. 800. Вот видишь, мы изменили. Высоту подвеса. Мы изменили высоту и он начал врать. Да. Почему? Вопрос на засыпку в комментариях. Почему мы изменили высоту подвеса и он начал врать. Еще раз. Вот давай сейчас опять подвесу. Еще раз. Только диммером управляем. Я вот так камеру прям держу. Управляем диммером. Я поднял вот на эту высоту. Вот сейчас давай, чтобы они синхронизировались на какой-то высоте. Убираю на минимум. У меня есть ощущение, что это реакция на более высокие значения. PPFD. Просто камера не вывозит. Здесь 59, здесь 51. Погрешность ничтожная. 59, 51. Повышаем. Чисто диммером, да? Давай. 166, 164 в приложении. 168, 170, 169. Здесь 65. Минимальная погрешность. Дальше. Заходим в вегу. 463 в приложении. 473. Великолепно. Опять, ну типа очень хорошо. Дальше. Так, я уже там не вижу. 662. 630. Здесь, ну это еще тут моя рука с телефоном. Ну-ка, сейчас. 638. 638, 660. Отлично вообще. Ну типа хороший результат. Короче. Никакой системности вот в том, что в наших замерах ее не существует. У нас, вы сами видели, был эксперимент, в котором этот прибор до определенных значений BPD показывал вполне себе такие резонные цифры. Первый раз он нам до тысячи показал. Первый раз он нам показал до тысячи правильно, да. И буквально вот сейчас мы буквально сделали три разных эксперимента. И он даже на высоте, на которую он маломальски правильные данные показывал, он показывает сейчас абсолютную ерунду. При этом никакой системы в этом нет. То есть есть ощущение, что действительно программа вполне возможно каким-то образом, скажем так, имеет потенциал. Но она не дает никакой стабильности в своих измерениях. Вообще. 371, 438. Для чистоты эксперимента, я думаю, поскольку у нас здесь еще и скрин есть, может быть каким-то образом он влияет. Здесь у нас на самом деле сама диафрагма, она шире, чем экранчик. Не, ну это понятное дело, но он же иногда показывает и правильно. Да, но производитель говорит, что он меряет и PFD. Давай знаешь, как сделаем для чистоты эксперимента. Мы сейчас мой телефон уберем и андроидовский поставим. Ну давай. Телефон Самсунг, андроид. 460. Довольный владелец андроида. Охуенный телефон. Так, что у нас показывает прибор? 466, 436. Немножко кривовато стоит, по-моему. Ну-ка, давай. Здесь все остальное. Вот так. Ага. На приборе у меня 435 и 466. Ну, окей, неплохо, увеличивай. Мощность? 618, 573. Ну, влёт. Ну, не сильно, на самом деле. Ну, как бы увеличивается, как будто бы. Ну, насколько, на 40 и PFD. Ничего не видно в экранах. Ну, там будет видно на видео. А всё это максимум. 621, 574. Опускай теперь. 617. Скорректируем высоту подвеса. 810. 760. 807, 760. Ага. Ну-ка. Опустит прям. 1452, 1376. Но тоже, в принципе, приемлемо. 1374. И у тебя на телефоне? 1450. Хм. Ага. Ну, сейчас. Я давай сейчас прям идеально. Да-да-да. Вот 136, 138. Угу. Видишь, как наклонён? Да. Теперь начинай увеличивать. Есть вот у меня одна теория ещё определённая. Может рассеивать или просто на светильнике слишком грязные на одной стороне. Ну смотри. 635, 641. Ага. Увеличивай. 638, 630. Блядь. Вообще идеально. Увеличивай. Мы выкрутили. Да-да-да. 1180, 1164. Ну, идеально типа. Да. Очень нормально. Всё максимум. 1555. Такой красивый чисел. Угу. 1548, блядь. Да. Действительно есть в этом какая-то система определённая. Типа вот этот угол наклона светильника это корректировка неправильного коэффициента в приложении. Угу. Так, вернули назад iPhone. Сейчас вот стандартный подвес. Свет висит ровно. Да. 888, 797. 888, 797. Достаточно серьёзная разница. Давайте попробуем наклонить. У меня iPhone врет. Наклон только увеличил получается. Да. В случае с iPhone вот так коэффициент поймать не получается. Да. Ну-ка, ну-ка же и снимай. Сейчас чуть убавлю, чтобы комфортно смотри. У тебя приходится выше, да, поднимать теперь? У меня вообще не получается. Я думаю, это напрямую зависит каким-то образом от, 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 от самого, от самого типа, от самой камеры. Либо этой системы никакой нету. Я тогда не понимаю, почему он у тебя правильно зачитывал. И сможет ли он это повторить? Помнишь, у нас первый эксперимент тоже повторял результаты? Да. Результаты. Да, кстати. Ну, с другой стороны, вывод на самом деле напрашивается сам. Ну, конечно. Измерительный прибор, который, 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 который может измерять правильно. Вот лучшая характеристика. А может и нет. Присаживайтесь, коллега. Что ищите? Ну, тащи ведро. Тащи ведро. Прям, как будто руки, да, некуда деть? Угу. Да. Формат экспериментальный. Ну, вообще, такие надежды были у нас. Надежды были. Да. Да. Об этом мы сейчас вам расскажем. Расскажем, как пока. Ну, за науку. За науку, да. Да. Все ради науки вообще, в принципе. Наш канал создавался исключительно в научных целях. Наш научный популярный. Да. А ты нет. Да. Я уже видел контракт на миллиард долларов. Да. Ну, вот. Знаешь, контракты все такие. Вау, нифига. И пацаны из Торопых открыли. И там только по новостям, по СНН. Ребята с канала Торопых нашли альтернативу дорогостоящему прибору. Это теперь... Это как минимум... Просто вся Гроу индустрия. И Маск твит сразу бросает такой, благодаря этому открытию мы теперь гораздо ближе к полету, блядь, и заселению Марса. Так все видел. Так почти, что уже... Было даже. Далеки были. Я уже почувствовал этот вкус славы. Вкус победы, да. Я уже представил, как нам ключ от Торонто вручают, знаешь. Да. И тут такое разочарование. Но, хорошо, что мы не выпустили вот тот первый выпуск, который мы сняли. Потому что там просто так совпало, что айфон показал прям четко. Знаете, вот если честно, айфон у меня показал еще перед выпуском тоже очень четко. Поэтому я так обрадованно сразу серому позвонил. Говорю, надо выпуск снимать. Не надо это просто типа в сторис. Выпуск по-любому надо снимать. И он у меня показал четко. С такой же разницей может быть от 10 до 40. PPFD с увеличением PPFD. То есть разница росла. Но не сильно. В первый раз все у нас было нормально. Сегодня те же самые условия, тот же самый телефон. Все тоже самое. Не получилось. Вот нам на айфоне вообще не получилось добиться какой-то стабильности. Первый раз, значит, на андроиде мы когда делали, у нас были бы огромные косяки. Теперь, когда на андроиде мы делаем, подбирая определенный там угол наклона и так далее, какое-то калибрирование. Поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент, да. Мы нашли, в принципе, определенное положение лампы, при котором результаты довольно-таки солидные. На двух высотах. На низкой и на высокой. До самой-самой конца. Но тот же самый айфон, который в первый раз показывал все великолепно на протяжении, можно сказать, получаса наших игр с этим приложением, сегодня показывает вообще ерунду какую-то. И не получилось никакого коэффициента подобрать. То есть, ну, никакой стабильности нет. Да. Исходя из этого можно сделать определенный вывод, что действительно, вот какой бы сейчас мы в голову себе довод не положили, почему этот результат может быть таким, все это стирается тем, что результат был таким. И несколько раз. Но системы какой-то определенной нет. Но внушает надежду. И как бы нельзя сказать, что мы не пытались. Да. Ну, как бы мы реально попробовали, ну, все проверили реально. Все проверили. Потратили пару часов на это. То есть, если у нас не получилось, то у среднестатистического пользователя тоже не получится. Сто процентов. Как с Диновапом. Резонансная история. Резонансная история с Диновапом. Привет всем любителям Диновапа. Диновап пишите нам на e-mail. Мы не со зла. Это все. Ну, типа все по-честному. Короче, ладно. Да, вы все понимаете. Но с другой стороны, с другой стороны, было бы очень классно, если бы среди вас нашлись какие-то определенные специалисты. Например, не знаю, с оптикой, может быть там, с кодом. Хрен его знает. Которые бы могли бы, например, написать, почему это могло быть так. Какие могут быть причины. Либо, если производитель может быть. А это еще круче. Разработчик приложения, если смотрит тоже это видео. Если вы поняли в чем проблема, напишите. Да. Ну, вот если кто-нибудь, вообще не важно, разработчики или кто-то из комментариев объяснит, как сделать. Мы это попробуем и это даст воспроизводимый результат. Да. То мы с радостью снимем еще один выпуск, где покажем, как надо. Потому что потенциал-то хороший у приложения. И у приложения потенциал хороший. И на самом деле очень нужный инструмент, как мы в самом начале сказали. Типа вообще, если это реализуемо, то это нужно реализовать. И если, например, существуют какие-то определенные, например, способы решения этой проблемы. Я не знаю. Может быть, какой-то действительно рассеиватель правильный. Фиг его знает. А может быть, мы неправильно сделали рассеиватель. Может быть, к этому приложению нужно немножко какое-то другое устройство еще параллельно. Там для чего-то какая-то линза. Хрен его знает, что к нему нужно, чтобы оно начало работать стабильно. Потому что опять-таки результат показало несколько раз. Даже ни один, ни два, ни три. Несколько раз показало. А потом не показывает. А потом опять показывает. На тех же самых телефонах, с той же самой палатки, с тем же самым светом. С той же последовательностью действий. Все было сделано. То показывает, то не показывает. Непонятно. Короче, точный измерительный прибор, который ценится своей точностью измерений, на самом деле не точно измеряет. Ну да. То есть как бы как вывод. Помнишь, мы беспокоились, что мы будем себя чувствовать неловко, что типа у нас этот дорогой прибор. Да. Как бы сейчас стало понятно, почему он дорогой и за что вообще ты платишь. Да. Ты платишь за то, что он тебе четко в любых условиях все покажет. Стоит же отметить на самом деле, что ты представляешь, вот когда мы это PPFD замеряем, это типа, это же количество фотонов оно улавливает. Я понимаю, что оно вполне возможно в других там величинах каких-то это все читает и так далее. Но это фактически каждый фотон. Потому что на самом деле в одном микромоле там что-то 602 квадриллиона фотонов. То есть насколько это блять точный инструмент. Это ну типа это колоссальные цифры. Да. Поэтому вот исходя вот из этого конкретно, хоть появляется понимание, почему например в рамках простого телефона сотого, невозможно сотого, мобильного телефона. Выдал немножко свой возраст. Не говори. Типа, что в рамках телефона это невозможно реализовать. Каков вердикт? Короче, если мы используем в качестве контрольного прибора именно тот прибор, который мы использовали, скажем так, профессиональный, высокотехнологичный, с большим научным вложением туда и скорее всего финансовым. Тоже прибор, который стоит достаточно дорого. Если это у нас тот самый прибор, который показывает правильно, я почти в этом убежден на 100%. Да, ну стопудово. Да. То приложение оно не показывает абсолютно никакого, скажем так, стабильного результата. Воспроизводимости нет. Да. Есть ли потенциал? Однозначно. Идея опупенная. Лучше ли это, чем ничего? Вполне возможно на самом деле. С учетом того, что это бесплатно? Да. Да. И может быть вдруг есть какая-то фишка, как сделать так, чтобы он точно четко показывал. И если кто-то ее напишет, то снимем еще один. Ну типа правда хочется, чтобы был такой инструмент. Ну у меня в голове вот я сейчас не могу просто... Мне прям хочется, чтобы это можно было как-то сделать. Да. Я не могу успокоиться, типа что может... Это какая-то нерешенная задача, у которой есть решение. Да. Ты типа знаешь, что оно есть. Да. Есть ощущение такое. Насколько оно у нас оправдано с точки зрения физики, света и так далее и тому подобное, ну не знаем. Но сложилось такое впечатление действительно. Хорош опыт получился на самом деле. Прям типа эксперимент, которого мы не ожидали. Потому что мы ожидали победы. Мы сняли ролик. Просто мы настолько что-то там уставшие такие были, прям печальные, что мы решили, что надо переснять. И хорошо, что пересняли. Хорошо, что пересняли. То мы сейчас бы и раструбили. Да. Как про Dinovap. Короче. Да. Приложение имеет потенциал. Как минимум скачать, посмотреть можно. Да. Пользоваться на ваше усмотрение вы видели, стабильности нет. Если будет стабильность, сделаем еще один выпуск. Чтобы его не пропустить, подпишитесь на канал. Да. Включите уведомления. Подпишитесь на телеграм-канал, в котором анонсы всех выпусков. Как говорится, но по сарану. Да. Я смотрю просто на эту шишечку и думаю, надо бы еще водничек опустить. Опусти уже, чтобы что поделать. Попрощаемся сначала за кадром. Хорошо. Что-то какая-то стеснительность появилась к концу выпуска. А это старость. Это будут писать три водных. Это старость. Три водных выкурил завод. Так, хотя будут писать два водных. Все-таки уже звучит, что ты не наркоман, типа. Одна из причин, почему мы переснимали этот эпизод, потому что мы его очень сильно тупили в первом. Так что... Старость, она... Круль, кстати, тогда вулкана. Может быть, с этим связана. Водный, он дает, сука, остроту ума. Это тоже требует дискуссии. Это требует экспериментов. Сейчас и начнем. Каждый раз. Короче, ладно. Все. Счастливо. Ищем ответы. Когда не знаешь ответа, спроси у искусственного интеллекта. Hello. How can I assist you? Of course you can assist me. Can you convert? Lumens to PPFB. Пожалуйста, на бонус. Рано еще, подожди. О, смотри-ка. Что я говорил. И как раз таки ключевое слово здесь visible light. Да. Да. А этот photosynthetic light это... Вообще в разных спектрах считается. Да. Еще разный спектр. Слишком много различий для того, чтобы эти... Торопых знает о чем говорит. Смотри. При этом в гугле полно конвертеров. Полно конвертеров разных. Да. Конвертируем вообще все на все, типа. Если, конечно, мы доверяем сейчас искусственным интеллектам. Но я ему больше доверяю, если честно. Я нарывался вот как раз таки на то, что люмины и люксы это настолько некорректная величина для использования именно в крови. Мы можем опять таки использовать определенные количества для определенных ламп на глаз по опыту, узная сколько нужно там этих, не знаю, там, люминах и так далее, люксов и прочей фигни. Вот это вот, которая касается конкретно этого видимого спектра. Вот. Но они получаются все равно. Они, как бы, типа очень частный случай. Да. То есть там что же величина, высота подвеса, мощность тоже имеет значение сколько ватт. Это слишком все базируется на опыте, но не базируется на какой-то конкретном алгоритме, либо математической формуле, либо по величине. И вот тут встает вопрос, что экспонометр в камере меряет видимый свет. Да. Потому что он нам важен. Мы же фотографируем то, что мы, типа, видим в видимом свете. Поэтому экспонометр ориентируется на интенсивность именно видимого света. И ему оборудование дополнительного там нахрен не надо, а получается... Который будет считать эти фотоны там, типа... Да. При том, что стоимость этого оборудования и размер этого оборудования, если вы обратите внимание на все PPFD метры, парметры по-другому, оно всегда массивное, там всегда есть либо агрегат, а потом... Как часто на самом деле даже на моем приборе вот этот вот рассеиватель, который берет свет на себя, он на самом деле довольно маленький, бывают и пошире намного. То есть как бы, ну на самом деле разница колоссальная. То есть вообще фактически, фактически, что делает это приложение? Это приложение конвертирует данные по люменам в видимом диапазоне в PPFD. Но только что искусственный интеллект нам сказал, что такая конверсия невозможна. Невозможна. Соответственно напрашивается вывод, который вы можете сделать сами. Ну вот. А в Торонто весна? Ну как? Пока. На следующей неделе будет опять зима. В Торонто. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok